Сказай волшебно, пришел в Новый год. В квартире Каранкевич с утра шумгам. Многодетная семья ждет почетных гостей. В рамках акции «Наши дети» к ним едут помощник президента, инспектор по Могилевской области Леонид Муртынюк и председатель госполкома Игорь Кисель. Конечно, очень волнительно. Это был первый раз такое у нас в семье. До последнего молчала, дети ничего не говорили, что кто-то приедет и живешь, не будет уже в последний момент. Ну, конечно, спасибо. Да, плюс, кому говорится, полкова нашему. И в школах детки постоянно все эти как занимаются. Так что, еще есть вести. Екатерина Каранкевич воспитывает восьмерых детей. Старшему 13, младшему 3. Мальчишки увлекаются спортом. Единственная девочка предпочитает лепку. За кадром ребятня признается. Очень ждут Дедушку Мороза и подарки. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, здравствуйте! Такие вы все красивые! Такие вообще! И Дедушка, проходи! Здравствуйте! Здравствуйте! Дети, я бы сказал, молодежь бренд страны. Это более шире поднятие, которое более охватывает большее количество людей. И, безусловно, когда мы говорим, что наступает Новый год, Рождество, безусловно, мы сразу ассоциируем эти праздники со своим детством. А детство – это мандарины, это елка, это новогодние подарки и желание сотворить хорошие дела в Новом году. Поэтому Детки – это бренд Беларуси, бренд Нового года. Нарядные детвора в ярких колпачках встречают гостей улыбками. Бойко отгадывает загадки, читает стихи, а в конце Дрим Тим поет пару новогодних песен. С душевными пожеланиями гости вручают детям сладости и подарки. Конструкторы лего-машинки на пульте управления, куклу и настольную игру для всей семьи. У меня моя любимая машина. Праздник к нам приходит. Новогодняя атмосфера царит во всех уголках Бабрюска. Торжество заглянуло и в детский дом. В рамках акции «Наши дети» к воспитанникам приехал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Барташ. Не скажешь, что это детки, которые остались без родителей. Посмотрите, насколько дружная семья. Они воспитываются, они получают образование, они дружат, они играют. У них все условия для этого. А сколько подарков принесли этим ребятам. Я думаю, что эти ребята счастливы. Они получают все в нашей стране для того, чтобы жить, учиться и в дальнейшем строить будущее нашей страны. К приезду гостей и воспитанника сегодня здесь живет 41 ребенок в возрасте от 3 до 14 лет. Готовились долго. Вместе с педагогами разучивали творческие номера, мастерили пряники в виде дракона, чтобы сделать подарок каждому, кто заглянет на новогодний утренник. Мы пели, танцевали, проводили всякие мероприятия, говорили каждую свою сцену. И у нас получилось сегодняшнее пристремление. Подарили рюкзачок с Мишкой Плюшевым, прянички и конфетки, подарки. Я была мальвиной, мы учили очень долго. И все получилось. Все люди были очень рады, и дети были рады. Не пропустили праздник, и представители различных организаций, сотрудники Департамента охраны в качестве сюрприза подготовили небольшое выступление опытного кинолога и его верного подопечного. Никто из детей не остался без презентов. Воспитанникам учреждения преподнесли сладкие боксы, рюкзаки и денежные сертификаты. Но самым главным подарком в этот день стали внимание и забота. Чуть позже на сказку заглянула и глава облсовета депутатов Ирина Раинчик, и глава Ленинского района Андрей Дубинчик. Для гостей снова развернули спектакль. Есть дети, которым нужно подарить доброту, тепло, любовь. Вот именно в преддверии новогодних рождественских праздников. Понимая, что наши дети – это наше настоящее и наше будущее. И от них многое зависит в будущем развития нашей страны. Во Дворце искусств праздник устраивают для 700 самых талантливых детей Бобруйска. Приглашение в сказку они получили за успехи в учебе, спорте и творчестве. По традиции поздравить школьников с высокими достижениями и Новым годом приезжает руководство города. Для главных маленьких героев этого дня – добрые пожелания и вкусные подарки. Вот уже более 20 лет в нашей стране проходит самая масштабная, самая долгожданная благотворительная акция «Наши дети». Ежегодно в рамках акции во всей стране и в нашем городе проходит огромное количество мероприятий для наших деток. Ни один ребенок не остается без внимания. Как по волшебству на сцене разворачивается мир Пеппи «Длинный чулок». Задорная девчонка вместе с друзьями рассказывает зрителям историю о самом главном – вере в чудо. Богатство красочных костюмов, разнообразие музыкальных и танцевальных номеров приковывает внимание ребят. Юные дарования с радостью участвуют во всех играх и погружаются в сказку. Не обходится театрализованное представление бездоброго волшебника – Деда Мороза. Мне очень понравилась сказка. Очень была такая атмосфера новогодняя. Весело, все танцевали. Мне понравилось, как организовано свет, музыка. Я посмотрел сказку и порадовался. У меня много эмоций, мне подарили подарок. Ну, это очень ценно. Спасибо большое всем. Мне понравилось выступление актеров, их игра. По-моему, это очень интересный спектакль. Мне понравилось новогоднюю атмосферу. И вместе с этими конфетками буду сидеть и смотреть новогодние фильмы. Четверть века акция «Наши дети» согревает теплом и уютом не только детские, но и взрослые сердца. Благотворительный марафон давно стал брендом страны. Ведь не бывает чужих, только свои. Кристина Ариянс, Юлия Вернер, Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Константин Шевцов, Максим Калиин. Паврюск 360.